Ну, как-то вдруг, так сказать, все вернется. О, какой запах! Вот только все, что мне понятно. Это достаточно такой липкий. А, блядь, так стремно его пробовать. Это в хозяйстве очень пригодится. Соли мне. Вот, прям на любителя. Честно, на любителя. Ой, это прям как кусочек манго. Ножки мазать. Ну, в общем, не запечатать. Ой. Знаете, даже не Сандора. Каким-то садочком. Это топ. Ладно. Напишите мне, мы с вами встретимся. Я могу вас угостить. Ну, что добро пропадать, ну, правда же. Ну, что же, у нас с вами включение. Я не просто так вышиванки. Мы с вами сегодня будем пробовать сладости из Китая. Мне привезли из Китая небольшой такой сувенирный подарок в виде сладостей. И, возможно, еще чего-нибудь. Все написано на китайском. Так что перевести я вам никак не смогу. Так. Так, так, так. Надо пойти взять воду. Я сейчас на всякие пожарные, то вдруг, так сказать, все вернется. Мне очень нравится такой формат видео, где что-то блогеры пробуют, либо там доставка еды какая-нибудь, и они ее обозревают. И они ее обозревают. Ну, мне безумно такой формат интересен. Если бы у меня было бы с кем снимать, то есть, мне кажется, я одна не смогу вытянуть такой формат. Ну, все возможно. Так. Следующий пакет тоже на китайском. И в этом пакете, видите, тут много всего. Я вижу зубную щетку с пастой одноразовой. Это в хозяйстве очень пригодится. Положили мне в качестве сувенирчика. Так. Далее я вижу кофе в стиках. Видите, вот такое кофе. В принципе, в принципе, ничего сверх такого. Точно такое же, как наше из кафе или якобс. Здесь написано, что это черный кофе растворимый. Ну, вот такие два стика. Попробую. А, как я попробую? Я же кофе не пью. Ну, маме отдам. Мама, будешь? Так. Ой, а что у нас тут? Так. Я возьму это все рассорфирую. Буду вам снимать еще так. Вот. Буду вам снимать. Вот. Весь пакет. Стик, зубная щетка. Вот такая кукурузка. Корн кэнди. Сладкая кукуруза. Я, ну, как-то с такой осторожностью отношусь к таким конфеткам. Не знаю, возможно, в Китае они очень популярны. но я думаю, что все эти сладости, которые мы с вами попробуем, они популярностью пользуются, поэтому их и привозят. Ладно, попробуем. Пахнет только что сваренной кукурузкой. Вот видите, она такой вид имеет повторяющий кукурузу. Ну что, попробуем. Соли мне. Вот. Прям хочется посолить немного. Вы знаете, на пляжике такие лежите у нас в Украине и кукуруза сладкая, свеженькая, но не хватает соли. на любителя. Честно, на любителя. Я посмотрю, сколько их у меня. Девочки, у меня тут еще несколько штучек есть. Если вы из Винницы и хотели бы попробовать вот такую вот конфетку, напишите мне, мы с вами встретимся. Я могу вас угостить. Хорошо. О, мне привезли еще мыло. Такое интересное, кстати, мыло. Упаковка, знаете, что напоминает? Вот видели последнюю коллекцию Диор? Вот этот вот принт из какого-то знаменитого французского полотна. Возможно, кто-то знает, напишите мне, пожалуйста. В общем, принт этой лощеной бумажки очень похожий. Ну, мыло да и мыло. обсуждать. Я всегда прошу мне привозить лосьоны. Лосьоны для тела, вот, которые в отелях дают. Они, я их очень люблю, особенно в летнее время. Ножки мазать. Ну, в общем, классная вещица. Если у вас тоже кто-нибудь там летает, ездит, вот, простите, пусть забирают. Ну, что добро пропадать? Ну, правда же? Еще одна зубная щетка тоже в хозяйстве пригодится. Здесь видите, одноразовая щетка, ну, очень напоминает щетка бамбуковую. Вот, она такая тяжелая и зубная паста. Ничего в ней нет понятного для меня. у нас теперь сладости и вот такая конфетка манго. Манго только все, что мне понятно. Ой, это прям как кусочек манго, посмотрите. Видите? Когда делаешь такую нарезку, разрезаешь манго, вот, напоминает кусочек этот. Пахнет и пахнет соком. Знаете, даже не сандором, каким-то садочком. Ну, пахнет больше фруктовым соком, мультифруктовым. Ага, сейчас попробую. А! Ну, как это жевать надо ей рассказывать. В общем, серединка тоже непростая. Видите, вот такие оттеночные пятнышко есть. Ну, это вкусно. По сравнению с кукурузой, огорь. Следующая конфетка, это конфетка в форме такого фрукта, как кивано. Возможно, вы знаете, часто в супермаркетах можно его встретить. он такого желтого цвета с шипами. Интересный имеет вкус. Я ранее не пробовала, но много читала о нем. смотри, вот эти запечатки. Вот он такой не очень. О, какой запах! А внутри там какая-то штучка. Сейчас вам покажу поближе. ммм. Это сеткулипки, а вообще так стремно его пробовать. Ладно. Воняет. я выброшу. Это не очень вкусно. Возможно, кто-то тоже захочет. У меня есть еще одна. Могу встретиться и отдать вам. вот такие конфетки есть еще. У меня их тоже небольшое количество. Это клубичный зефир. Сейчас посмотрим. Вот на некоторых конфетах есть английский перевод на некоторых конфетах, а на некоторых, которые я показывала, его нету. значит, смотрите, похоже на маршмеллоу. Такой мягенький. А внутри прослойка клубники. Вкусно. Вот только, я не знаю, может, это еще надо приготовить как-то. Ну, знаете, еще маршмеллоу можно подогреть, может, кроваволоки как-то. Не знаю. Ну, классная штука. Так. Несколько таких упаковок Шукас. Они такие достаточно массивные, плотные. Пирамидки. Попробую, что там. Много фруктов нарисовано. я делаю так. Не знаю, ли вы делаете так. Ой, здесь желейки. Видите, разноцветные желейки. Мне попалась клубничная. Мм, очень вкусно. Что подаем? горох. Осталась еще одна позиция, которая была еще не представлена. Все остальные здесь уже повторяются. Это вот такие горошинки. Это по типу наших сухариков. Я кушала их. Это мне не первый раз привозят в подобные посылки. Они разлетелись. В общем, горох. Очень вкусный горох. Знаете, как приправы делают для наших сухариков к пиву? Или просто дети такое любят. Вот точно таким же приправами все посыпано. Я не знаю китайский, поэтому посмотрите целая книга на китайском, очень вкусно. Это топ. Топ. Это вкусно. Али, али,